Одесса уже вовсю готовится к зимним праздникам. Улицы города превратились в хвойные рощи. В какую сумму обойдется одесситам новогоднее настроение, сейчас узнаем. Взагалі цены колываются, если мы говорим про взрослый от, ну давайте, метр пятьдесят, то цены стартуют от семеста гривен, и ялинки доходят до пяти-шести метров, там взагалі по двести-триста долларов. Минимально это взагалі сто гривень. За сто гривень можно придбать какую-то маленькую ялинку. За сто гривень можно таке придбати, можно и дешевше. Вот, ну, например, таким летним людям дешевше все пропонуємо, потому что цены в цьому році такие трішечки вищі. Така буде 300 гривень, 300 гривень, 200 гривень. Максимальная сумма, мне 800 гривень, це вот такая гарна, вже пышна, велика сосна. А таких вже геть великих у меня нема. Экономний вариант – это купить ёлку, собранную из веток. Такое удовольствие обойдется значительно дешевле. Я торгую в'язаними ёлочками. У нас є, значить, ціни від 70 гривень. Вот такі ось маленькі 70, 80, такі більше, чуть-чуть. Ці ще більше 100 гривень. Оці такі 150 гривень. Такі це піхта в нас. Це в нас єлка, настояща. Такі у нас по 150 гривень. Такі по 6200 гривень. І несмотря на то, що продавці все як один говорят, що ціни на ёлки по сравнению з прошлым годом змінилися совсем немного – плюс 50 гривень. У покупателей мнение полностью противоположное. Стоимость новогодніх деревьев просто космічна. Щас ходимо, смотрим, но хочеться пихточку. Будем думать, не знаю. Я выделила 600 гривень. А вони кажуть 3,5. Ну, будем смотреть, не знаю. Буду торговаться до последнего, аж чисто кровная 10-ка. Ціни кусаються, ціни деруться, ціни вообще неадекватні, просто бандюки. Щобо разобратися, откуда у ёлок і сосен, а точні, цен на них ноги растут, отправляемся в одеський лесхоз. Ведь именно здесь, на площади в 30 гектаров, выращивают главные украшения для наших квартир і домов. На цей рік одеським лесхозпом заплановано реалізувати новорічних сосен близько 5 тисяч штук, точніше 4 тисячі 9 сот. На сьогоднішній день, на ранок, реалізовано 1105 штук. Основна реалізація йдеться як оптова. Роздріб там вже менше йде. Покупателі здесь в основному оптовіки, але купити в розніці тоже можна. Ціни на главний символ зимніх праздників здесь варіруються от 60 до 100 гривень за метр. В любому розкладі такі тарифи вигодні, ніж покупати ёлки на одеських базарах. Главний ценообразуючий фактор – внешний вид дерева. Для лесхоза продажа ёлок і сосен – дополнительний заробіток, который вони получають при заготовці леса. Растуть такі дерев'я часто після самосева, а значить затраты на уход – минимальні. Здесь виражують в основному крымські сосны. На європейські елі приходиться лише 1% від общого количества, ведь люди все-таки предпочитають, коли новогоднія красавица не так быстро осыпається. Заготовля новорічні ялинки – це нас як додатковий дохід від того, що ми зріджуємо насадження сосен на плантациях, щоб вони мали гарний симметричний вигляд. Для тіх, хто не хоче робити дерево для новогодніх праздників, здесь придумали альтернативу. Робітники лесхоза викапують сосны з корнями, а люди, в свою очередь, садять їх у себе перед домами. Кроме того, для своїх сотрудників руководство предприятия делает подарок. Вони выбирають дерево себе самі і нічого за це не платять. Вони выбирали, щоб були гарні, зелі, пухнасті, щоб привезти дітям, внукам, щоб вони родили, щоб побачили таку красу, лісову красуню, і гришки на неї навішати, щоб було гарно для дітей. Лісники також с нами поделились лайфхаком для одеситов. Например, если вы хотите исключительно одесскую елочку, то нужно посмотреть на ствол дерева. У местных он коричневый, у елок-путешественниц желтоватый. Кроме того, нам рассказали, как определить возраст сосны. Возраст елочек определяется от расстояния от ветки до ветки. Показывай, смотрите. У нас есть, видите, нижние ветки. От нижней ветки до этой ветки у нас получается год. Здесь год, это два года, три года, четыре года. И так можно почитать, сколько дереву лет. Можно определить, были дождливые годы или не дождливые. Если между ветками, смотрите сюда еще раз. Вот ветка до ветки, маленькое расстояние. Дождей практически не было. Тут были небольшие осадки. То же самое было здесь, меньше. А вот видите сверху, почти метр. Было очень дождливое лето. Поэтому она выгнала до метра и больше высотой. Впрочем, совсем не важно, какое дерево стоит у вас дома. Ель, пихта или сосна, живая елка или искусственная, маленькая или большая, привозная или местная. Главное, это ваше настроение на праздники, которое мы создаем себе сами. Кристина Черновалова, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».